здравия всем желаю если вы помните в предыдущем выпуске я указал на то что высадка количество войск такого требует настолько значительных сил и средств что я высказал даже предположение что весь наличный крупнотоннажный французский английский торговый плод был выведен из обращения на несколько лет что подорвало экономически и англию и францию ну а теперь я хочу коснуться технических вопросов этой самой чудо высадки которая состоялась у нас как говорят в крыму зачитаю вам пассаж и нашего с с вами фантазера богдановича но развитие пароходства сделав морские экспедиции несравненно менее зависимыми от направления силы ветров это лжет по одной простой причине пароходство тогда не было развито в принципе способствовало двум могущественным морским державам предпринять и совершить с успехом одновременно высадку 60 тысяч человек со всей находившейся при них материальной частью одновременно с людьми высаживалась выгружалась точнее из кораблей 134 полевых орудия 73 осадных орудия ну галбицы что две тысячи кавалерийских чисто лошадей ну и я полагаю еще около 200 лошадей гужевых то есть всего в районе ну наверно двух с половиной тысяч лошадей точно а что же это была за материальная часть кроме полевой артиллерии и парков артиллерийского и инженерного союзная армия имела при себе одиннадцать тысяч туров девять тысяч шестьсот квашен сто восемьдесят тысяч земляных мешков то есть мешков с землей почему кстати они высаживались с мешками землей в крыму потому что весь грунт в результате потопа и в результате цунами из крыма был вынесен смыт просто 30 тысяч кирпичей 50 мантилетов 21 тысяч 600 штук шансового инструмента ну а патта всякая такая а заодно что высаживалась также выгружалась выгружалась 1 миллион рационов муки сухарей и соли полтора миллиона рису кофе и сахара 240 тысяч рационов говядины 450 тысяч рационов сала 800 тысяч рационов вина 300 тысяч рационов водки а также значительное количество дров и угля также высаживались медицинские парки ну и какое-то еще дополнительные обузы на снабжение вьючные мулы 40 повозок 350 мул вьючных ну а теперь правду в 5 часов утра 22 апреля 7 японских транспортов подошли к мысу рядом с пиццу и началась высадка высаживать 40 тысяч человек 216 полевых орудий примерно полтора раза меньше войск такое же количество орудий 9 эскадронов конец и не знаю много это или мало лошадей но примерно высадка сопоставима сопоставима читаю дальше 23 апреля природа решила помочь русским на море разыгралось волнение японцам не удалось в течение суток высадить ни одного солдата это не говоря уже о том что они ночью не высаживают в отличие от наших продвинутых коллег из англии франции турции в крым да то есть японцы высаживают в полтора раза меньше войск в два раза дольше по времени условия примерно те же такое же неподготовленное побережье высадка идет с транспортов которые не могут подойти к берегу и здесь начинается еще один момент который на самом деле может быть даже решающий сейчас я вам расскажу об этом на месте я позволил себе привести пропорции сколько бы высаживалась на самом деле дней наша с вами коалиция с учетом того что японцы имели меньшую возможность сфальсифицировать историю тем более что эти все их не высадки наблюдали считались нашими военспециями к сожалению помешать не смогли ничем считали чуть ли не поголовно японцам сфальсифицировать эту историю практически не удалось итак японцы высаживали 40 тысяч человек в течение 8 дней коалиция высаживала 60 тысяч в течение четырех дней в крыму но по правде такое же количество войск японцы бы высаживали примерно 12 дней но и это еще не все и этот аргумент вот он дело в том что японские моряки помогая войскам высадки использовали паровые катера паровой катер с учетом смены машинных команд ну грубо говоря кочегара мог работать в течение дня наши же коалиционные войска гребли полуостров на веслах ну а вот картиночка о чем нам эта картиночка говорит вот они все гребут на веслах понятно чем больше гребцов посадить посадить на весла тем меньше груза может принять шлюпка это раз мысль два я попробовал посчитать количество пароходов на горизонте но у меня получилось что-то около 12 а их было 350 то есть все пароходы уходят туда за горизонт смысл в том что доставить войска с дальнего парохода я имею ввиду с дальнего транспорта конечно же это были не пароходы это были транспортные суда парус так вот доставить сюда с дальнего который там где-то за горизонтом на веслах ну давайте увеличим наше время высадки ну раз примерно в 20 в 30 потому что гребцы устают держать столько грибных команд на боевых кораблях на транспортных судах это значит уменьшить число десантируемых войск однозначно и это только на этой картинке все чины и благородно потому что вот этот вот плашкоут это судно специально высадки десанта с носовой частью которая может пойти подойти по практически вплотную к берегу что касается шлюпки даже шлюпка не подойдет на такое расстояние к берегу как этот пашку повторюсь еще раз что флот который высаживал десант это был не специализированный плод для высадки десант это были просто транспортные корабли а теперь смотрим на картиночку десантного корабля нашего как он выглядит как выглядит его подводная часть и насколько его подводная часть она меньше сидит в воде чем подводная часть обычного деревянного крупнотоннажного корабля и это я еще оставляю за скобками такой звездеж богдановича насчет того что они высаживались и выгружали грузы ночью в шторм я был знаком с капитаном десантного корабля так вот он мне рассказывал про высадку 15 тысяч учебную высадку он матерился матерился а высаживали они с нормальных кораблей десантных и высаживали всего 15 тысяч так вот вот эта высадка в том виде в котором ее нам преподносит она технически также возможно как полет американцев на этом доклад закончил всем добра здравия всем желаю расскажу теперь о том кто реально участвовал крымской войне крымской кавычка конечно зачитаю сначала вот этот вот пассаж автор торле и в крымская война том 2 глава 1 союзники в армии высадка в крым хотя уже 12 24 марта 1854 года то есть за 15 дней до формального объявления войны россии наполеон 3 повелел образовать восточную армию и тогда же назначил ее главнокомандующим маршал центр но но только в июне эта армия оказалась на дунае и только в июле начало военные действия и тут все знатоки крымской кавычках войны должны запить начать кричать будем ты чё такое говоришь тогда как никаких боевых действий в июле тем более на дунае французская армия не вела но вот господин тарле евы считает что вела у правда потом ниже оговаривает что ну может быть даже и не вела но здесь я так понял что не усмотрел цензор оговорочку по фрейду да ну а теперь пройдемся по классику фридрих энгельс компания в крыму французы имеют крыму 9 дивизий пехоты бригаду кавалерии трата трата тра тра итога 119 тысяч пехоты кавалерии три с половиной тысячи допустим но вот что пишет дальше классик одновременно с тем что что то есть в крыму у союзников у коллекции да оказывается что константинополе находится французская резервная армия о которой мало что известно то есть господин энгельс был уверен что французская армия участвовавшая в этой войне состояла минимум из двух частей 85 тысяч находились в крыму и еще сколько то ну если это армия то стало быть примерно столько же находилась константинополь а это почти 200 тысяч человек а всего армия у французов была вспоминаем эту табличку правленную всего у франции было 309 тысяч человек так вот вам придется мне поверить на слово эту информацию я найти не могу не все французские войска поместились на транспорт еще примерно 100 тысяч отправились пешим путем на балканы я не могу найти эту информацию она удалена судя по всему что касается вот этих вот которые пешим путем отправили говорят что примерно 80 тысяч или 90 тысяч их отправилось и все они померли от холеры видимо не смогли переварить русский штык в животе таким образом я могу констатировать что вся наличная армия французская принял участие в этой войне ну и укрепляет меня в этом предположении то что весь французский флот как военный так и торговый принял участие в этой войне но вот это тоже участники этой войны под названием крымская война кто это такие черногорцы и насколько мне не изменяет память черногория была в составе австро-венгерской и вот эти тоже приняли участие в крымской в кавычках войне кто это такие это венгра и насколько мне не изменяет память венгрия тогда была в составе австро-венгерской и вот эти тоже приняли участие в крымской в кавычках войны кто это такие а это хорваты если мне не изменяет память хорватия была в составе австро-венгерской и и вот эти тоже приняли участие в крымской войне кто это такие ну по моему любой каждый может увидеть кто такие это верблюдь которые густо населяли в то время, я полагаю, Крым. Ну а вот еще хорваты в Крымской войне, да? Ну а вот еще хорваты в Крымской войне. Чьи это фото? Это фото официального военного фотографа этой войны, Роджера Фентона, который по заданию принца Альберта и издателя Томаса Огню запечатлел портреты и т.д. и т.п. Эти снимки были опубликованы в каком-то там еженедельнике. Это неинтересно. Интересно то, что в 1855 году вот этот самый официальный военный фотоган был уверен, что на стороне коалиции воюет Австро-Венгрия. Ну и верблюды, которые видимо также вместе с лошадьми доставлялись транспортами в Крым. Все ссылки оставлю, смотрите, проверяйте, не соглашайтесь со мной. Однако я думаю, что вы уже понимаете, что фальсификация размах военных приготовлений, сторон, участвовавших в этой войне, просто зашкаливает. На этом доклад закончил. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok